Мы на прошлой лекции говорили о том, что такое время, начали обсуждать, как геологи пытались при помощи методов относительной геохронологии расчленять отложения, какие они использовали методы и подходы, как была сделана первая геологическая карта и сопровождающая ее документация. Теперь, продолжая разговор на эту тему, поговорим немного о том, как в том числе создавалась шкала времени. Значит, шкала времени, которая висит там, и всем вам известная, потому что вы проходили и в курсе общей геологии, и также проходили ее в школе, когда занимались. Она была принята на второй сессии Международного сфотографического конгресса. И это было важное событие, потому что там ученые со всего мира договорились о том, что будет применен такой унифицированный подход к отображению, соответственно, стратонов различного возраста. Все договорились, например, что мел мы будем красить зеленым, а, допустим, там, не знаю, карбон, например, серым. Ну, какие системы, где были выделены, тут на слайде показаны. Вот к 40-м годам 19 века, так сказать, большая часть систем уже были выделены. Как мы говорили на прошлой лекции, каждой единице, так сказать, стратеграфической и соответствующей геохронологической шкалы отвечает определенное геологическое тело или стратотипический разрез, эталон данного стратеграфического подразделения. Наверное, вы помните, что есть там эталон метра, килограмма, каких-то других единиц измерения. Также есть стратеграфические разрезы, на которых впервые были выделены те или иные стратеграфические подразделения. Это может быть что-то небольшое, например, отложение какого-то яруса, там вот наша шкала, там заканчивается ярусами. Или наоборот, так сказать, отложение, допустим, системы. Ну вот если посмотреть, то, например, на территории Великобритании были выделены, так сказать, кембрийская, обдовикская, селурийская, дивонская системы. Вот пермская была выделена в России, но, правда, иностранным геологам. Почему, например, вот они были выделены, соответственно, большая часть, например, вот этих систем Великобритании? Ну, просто в тот момент времени, так сказать, вот ученые, на данном случае геологи Великобритании, их в большей степени интересовал этот вопрос, и это вот для них было актуально. То есть, в принципе, системы могли называться по-другому, быть выделены в других, соответственно, географических местах, но, вот, соответственно, есть элементы определенной случайности. Как вы знаете, название систем происходит либо от географических названий, ну, например, там, племя ордовиков, там, вот, либо, которое когда-то населяло территорию Великобритании, Соединенного Королевства, либо, например, графство Диваншир, вот, от этого, соответственно, Дивонское, например, Пермский край, Пермь в России, либо связано с какими-то событиями, ну, например, каменноугольное, это массовое образование каменного угля, или, например, меловой период, когда массово накапливался пищемел. Значит, ну, что такое системы? Вот, системы — это комплексы пород, которые были выделены на основании комплекса данных об их литологическом составе, определенном наборе органических остатков, вот, данных о тех несогласиях, вот, которые были обычно в подошве и в кровле, то есть, внизу и вверху, вот, мы видим несогласия. Системы отвечают определенным естественным этапам геологического развития конкретных территорий. Ну, вот тут на слайде видно, например, угловой несогласий. Значит, ну, вот, стратотип, об этом я уже говорил, это стратотип отложения гжельского яруса. Вот, если посмотреть на шкалу и какие там вот яруса есть в карбоне, то их названия — московский, кассимовский, гжельский, башкирский, ну, указывают на том, что речь идет о территории Российской Федерации. Вот, Кассимовский — это город Рязанской области, гжель, соответственно, это населенный пункт Московской области. Ну, и вот так выглядит стратотипический разрез. Он находится ближе к платформе 55-й километр, чем к платформе гжель по казанскому направлению. Он является вот эталоном, соответственно, отложения этого возраста. Что иногда бывает с таким стратотипом? Если они станут в силу ряда причин недоступны, а если это эталон, то он обязан быть доступен. То тогда они перестанут быть таковыми. Такое случилось с Монским ярусом, который когда-то раньше был в шкале времени после Датского и перед Зеландским в Палеогене. В районе города Монс в Бельгии был стратотипический разрез, потом он стал недоступен. Кто-то выкупил там какую-то территорию и, в общем, туда пройти теперь не получалось. И поскольку больше пройти туда было невозможно, то, соответственно, этот разрез не мог быть использован как эталон. Поэтому, в том числе и по таким причинам, шкала времени постоянно меняется. Там иногда исчезают одни ярусы, появляются другие. И это такая нормальная ситуация, которая показывает, что в целом, с одной стороны, динамично развиваются наши представления о модели геологического времени, с другой стороны, что-то становится недоступное. Вместо этого приходится искать новые стратотипы. И тогда, соответственно, либо какие-то яруса полностью исчезают, если мы не можем найти замену стратотипического разреза. И как, например, в случае с Монским ярусом, теперь его, так скажем, по-старому, Монский ярус, это, по-новому, вторая половина датского яруса. Значит, после того, как были выделены системы и стали анализировать содержащиеся в них органические остатки, то вот в первой половине XIX века заметили, что для некоторых, так скажем, интервалов геологического времени облик органических остатков более-менее похож или одинаковый. Поэтому выделили, соответственно, эру новой жизни кайнозой, эру средней жизни мезозой, эру древней жизни палеозой по тому принципу, что сравнивали, насколько ископаемые остатки в слоях определенного возраста близки или похожи на современные. Если они совсем как бы не похожи, значит, это эра древней жизни. Если они так, ну, примерно, так скажем, наполовину похожи, ну, значит, эра средней жизни. И если они, ну, почти такие, как сейчас, значит, это эра новой жизни кайнозой. Как вы знаете из курса палеонтологии, который у вас был, есть такое же разделение не по животным, а по растениям. Тогда это будет мезофит, кайнофит и полеофит. Но поскольку, значит, некоторые из растений палеозоя, они, так сказать, пережили пермитриасовую границу, и мы их находим еще и в триасе, получается, что палеофит заходит в мезозой. А с другой стороны, покрытые семенные растения появились примерно в середине мела, и кайнофит наступил тоже, получается, раньше, вот в середине, так скажем, мелового периода. И на мезофит приходится существенно меньше, чем на мезозой. В конечном итоге решили, что лучше использовать, так сказать, разделение по животным, как по беспозвоночным, так и по позвоночным, потому что по растениям это, так сказать, получается как бы менее детально. Тем более, если говорить о растениях, наверное, вам в курсе палеонтологии рассказывали, что, ну вот представим огромное дерево, например, величиной сосну. Шансов у него в целом виде сохраниться в каком-то слое, ну, наверное, очень-очень небольшой. Намного больше шансов сохраниться у какой-нибудь ракушки, размера которой существенно меньше. Так вот, для палеонтологов нормальная ситуация, для палеоботаников, когда они отдельно находят лист, отдельно находят корень растения, отдельно находят ствол, отдельно находят, не знаю, там, условно, плод, там, или споранги, где споры находятся. И поскольку часто они находят отдельно все это, то они давали свои латинские названия. Так, например, корневая система Плауна-Липидодендрон получила название стигмария, сам фрагмент коры, ствола, собственно, Липидодендрон, лист Липидофлоэс, там, где находились у него споры, Липидостробус. А потом они нашли случайно все это вместе и поняли, что это все на самом деле принадлежит одному растению. Вот. Ну, это нормальная практика. Иногда бывает, что ученые ошибочно реконструируют как животные, так и растения из, так скажем, запчастей от разных, соответственно, видов. Значит, ну, ученые не сомневались в том, что эволюция идет от примитивных форм к более сложным. При этом любой вид, род, когда он хоть раз, соответственно, возник, вот, он проходит свой жизненный путь, вот, и, соответственно, прекращается существование, и больше уже второй раз появиться он не может. Если мы посмотрим на вот этот график, который показывает биоразнообразие, ну, по вертикальной оси мы можем складывать число видов, там, родов, отрядов, семейств, ну, то есть разнообразие жизни животных и растений, грибов, там, всех форм жизни. По горизонтальной оси у нас шкала времени, ну, и здесь мы видим, что были времена, когда происходили вымирания. Ну, например, это вот на рубеже, но в позднем Кембрии, на рубеже Ордовика и Силура, Силура и Диона, Диона и Карбона, на рубеже Перми и Триаса, Триаса, соответственно, Юры, Мелы и Полиогены. Ну, вот известное вымирание в конце мезозойской эры, когда исчезли динозавры, вторично водные рептилии, птерозавры, аммониты, белемниты, рудисты, там, многие другие группы животных и растений, об этом многие знают, но вот в масштабах оно, так скажем, было не такое драматичное, как, например, вымирание в конце Полиозойской эры. Когда мы смотрим на эту картинку, мы видим, что границы вымирания, они совпадают в большинстве своем с границами геологических периодов. Это говорит нам о том, что эволюция органического мира используется как критерий периодизации истории нашей планеты. То есть, вот граница между, допустим, Ордовиком и Силуром не просто так проходит именно вот на этом уровне, потому что она сопровождается, например, вот вымиранием каких-то групп фауны. Также, как правило, к границам этих периодов приурочены какие-то другие события. Ну, например, на рубеже Ордовика и Силура произошла, с одной стороны, это оконская фаза складчатости, происходило горообразование в районе Центрального Казахстана, Северного Теньшани, хотя, с другой стороны, это было только там, вряд ли это могло повлиять на всю планету. Ну, вот из-за того, что на Землю обрушился поток гамма-лучей, вот, как считают ученые, который возник в результате трансформации, так сказать, умирающей звезды типа Солнца, вот, в момент, так сказать, завершения своего жизненного пути, она испускала из полюсов два, так сказать, таких мощных пучка гамма-лучей, вот, и эти лучи смерти, как в известном фильме, где, так сказать, использовались такие технологии, вот, один из таких лучей, соответственно, попал, задел, так скажем, Землю, преобразовал атмосферу, разрушил озоновый слой, вот, сначала все, так сказать, кто там был, сгорели, вот, а потом, в результате преобразования атмосферы наступило оледенение, ледниковый период, ну, и вот это привело, в том числе, к вымиранию. На рубеже силу Родивона была, например, позднеколедонская фаза складчатости, вот, например, это событие в конце Кембрия синхронно с Салаирской фазой горообразования. То есть, в целом мы видим, что эти события, они, с одной стороны, часто все взаимосвязаны друг с другом, и те границы, разделяющие определенные отрезки геологического времени, они, вот, так сказать, ну, довольно-таки хорошо обоснованы по целому ряду признаков. Ну, если говорить, например, о границе Дивона и Карбона, это было внедрение Суперплюма, и, так сказать, такой эпизод магматической активности. То же самое происходило на рубеже Перми и Триаса, и до того, как упал астероид диаметром 11 километров в Мексиканский залив в районе полуострова Юкатан, тоже, так сказать, проявление тропомагматизма было характерно для мелового периода. На рубеже Триаса и Юры вымирание связано с раскрытием молодых океанов, атлантического, вот, индийского, вот, также раскрывался океан Тетис, на месте которого сейчас находится современный Срединаморский пояс. Вот, ну, вот, так сказать, события разные, там, тектонические, некоторые, так сказать, например, конец Ордовика и конец самого периода даже связаны с какими-то космическими событиями, но, тем не менее, мы видим, что, несмотря на те сложности, вот, которые возникали, в целом, как бы, жизнь с этим справилась. Значит, поэтому можно говорить о прерывисто-непрерывном, необратимом развитии органического мира, и это используется в основе биостратографического метода. Получается, что каждому отрезку геологического времени, каждому набору слоев соответствует какой-то свой комплекс флора и фауны. Ну, вот, шкалы времени можно представлять либо в виде таких спиралей, либо иногда в виде таких картинок, где показано, там, как постепенно развивалась жизнь. Многие события, они тесно взаимосвязаны, в частности, вот, например, в каменугольном периоде, когда появились массовые леса, до этого растения были представлены в основном одиноко стоящими деревьями, типа, как вот в саванне сейчас, какими-то растениями кустарникового облика и травянистого облика. Когда появились первые леса, это были плаваны, хвощи, папоротники, которые достигали огромных размеров, хотя сейчас их размеры совершенно не такие большие. Растений стало очень много, они стали в результате процесса фотосинтеза забирать парниковый газ углекислый из атмосферы, углерод они забирали в себя, кислород они отдавали обратно, менялся баланс между кислородом и углекислым газом, парникового газа углекислого становилось меньше, постепенно температура на земле падала, 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 и даже началось в итоге оледенение. То есть растения сами вызвали оледенение. Но потом эти льды в итоге заморозили леса, и дальнейшее оледенение прекратилось, и постепенно система вернулась в свое обычное состояние. Также тогда концентрация кислорода была существенно больше, чем сейчас. Разные есть оценки, там на 30% разные существуют. Это приводило к тому, что многие существа, которые тогда обитали, членистоногие, например, они, поскольку, с одной стороны, тогда не было еще большого количества наземных позвоночных животных, они, так сказать, в Дивоне появились только земноводные, в Карбоне к ним присоединились присмыкающиеся рептилии. И селура на земле существовала личные станоги, поэтому они там уже хорошо освоились. Так вот, тогда пауки были размером с небольшую собаку, тараканы были размером с ноутбук, и стрекозы, меганевра, их размах крыльев достигал 90 см. Это нам говорит о том, что, если, например, вновь концентрация кислорода станет существенно выше, то вполне возможно, что, например, некоторые существенные станоги могут вновь увеличить размер своего тела. Ну, метод руководящих форм, значит, об этом мы частично говорили в прошлый раз. Вот когда, соответственно, маркшейдер, самоучка, Вильям Смит, Страта, как его еще называли, создал свою коллекцию, когда они рыли самерседский канал, чтобы уголь транспортировать в Лондон с угольных полей, значит, он собрал свою коллекцию и понял, что для каких-то определенных слоев есть какие-то определенные органические остатки. В дальнейшем он заметил, что, например, вот такие ракушки, они только характерны, допустим, для второго и третьего слоя, в четвертом слое они уже не встречаются, и тогда получается, что вот эти ракушки, они отвечают какому-то определенному этапу геологического развития. Руководящими формами называются те формы животных растений, которые характеризуются максимально широким площадным распространением, но при этом существует сравнительно короткий диапазон времени. Сначала составляется такая вот некая шкала из вот этих вот органических остатков, устанавливается их последовательность. Мы знаем, что вот этот организм, он вот характеризует, например, слои после вот этих слоев, но перед вот этими. И это используется для определения относительного возраста. Часто речь идет о том, что не то, чтобы для каждого времени в каждом слое только какой-то один существовал, уникальный вид, род организма, они разные, из разных групп, то есть есть определенный набор. И если мы этот набор встречаем, мы сразу понимаем, где мы находимся. Например, для палеозоя типичными руководящими формами являются трилобиты, ракоскорпионы. Больше они не встречаются ни в мезозойских, ни в кайнозойских положениях. Находка, соответственно, вот этих организмов нам однозначно говорит, что мы в палеозое. Если мы хотим более детально понять, где мы находимся, там, в дивоне, карбоне, там, или селурии, ну, значит, надо уже смотреть какие-то конкретные рода и виды этих, соответственно, групп фауны. Типичными мезозойскими формами являются, например, меромониты, белемниты, двустворки нацерамы, вот, рудисты, ну, там, помимо динозавров, там, ихтиозавров, плюзиозавров и тирозавров, еще некоторые другие виды фауны. Ну, для кайнозоя характерно много, так сказать, довольно-таки причудливых млекопитающих, вот, у которых очень, так сказать, бурная шла эволюция в течение, соответственно, кайнозойской эры. Вот, значит, основные принципы, которые используются в исторической геологии, в стратеграфии, это принцип стенона или законополставания, вот, если, соответственно, один слой пласт горных пород лежит на другом, вот, то, соответственно, тот, который сверху образовался после того, который снизу. Вот, это дает возможность установить относительный возраст, что вот один слой древнее, чем другой. Вот, есть, соответственно, принцип Смит и Гексли, закон фунистических фунистических ассоциаций, вот, что слои, которые содержат одинаковые или очень близкие к своему составу органические остатки животных и растений, они образовались, соответственно, в одно и то же время. И это все позволяет сравнить, скоррелировать, синхронизировать между собой слои, которые залегали в разных местах. Вот почему, например, в Великобритании выделили там, соответственно, стратегические разрезы Кембрии, Ордовика, Силура, Дивона, и все это ушло в шкалу времени. Ну, вот типичный разрез комплексов этой местности. Мы видим, что там, соответственно, в складчатом виде у нас с северо-запада на юго-восток сначала выходит отложение до Кембрия, потом раннего Палеозоя Кембрия, Ордовик, Силур, вот, потом у нас, так сказать, вот лежит Дивон, вот, даже есть Карбун, Пермь, Триаз, вот, соответственно, дальше пошли отложения Юры, Мила, и даже есть отложения Полиогена. То есть, этот вот участок местности оказался очень удобен для того, чтобы там вот проследить, соответственно, с одной стороны существенную часть разреза стратисферы, вот, и с другой стороны он был хорошо фунистически охарактеризован, что было удобно. Вот, когда выбирали место, где студенты проходят вторую крымскую практику, выбран, соответственно, полигон, крымский был тоже не случайно, потому что, с одной стороны, там есть тоже складчатые слования, как вот здесь, дальше есть лежащие на нем, так сказать, моноклинальные, местами горизонтальное отложение чехла второго структурного яруса или этажа, также в Крыму мы перевидели, что есть и проявление магматической деятельности, вы там ездили, смотрели интрузии, вот, то есть можно познакомиться с, не только с осадочными породами, но и с магматическими, потом вы еще с улконогеносадочными познакомитесь, и все это на сравнительно небольшом площади. Ну, вот эта площадь тоже оказалась тогда относительно удачной, вот, и ряд ученых, вот, ее исследовали, поэтому предложенные ими названия вегли в основу шкалы. Значит, ну, международная стереографическая шкала. Значит, для многих, ну, значит, когда мы смотрим на такую шкалу в таком виде, часто мы замечаем, что она все время меняется, это нормальная ситуация. Во-первых, уточняются границы, теперь для большинства границ есть датировки абсолютного возраста, вообще это было большим открытием, то есть сначала была шкала, но никто не знал вот это время. Ну, то есть понимали, что вот там Римская империя, там Египетские пирамиды, потом вот слои, там, динозавры, там, и так далее. Но когда это было в годах, ну, можно было лишь, соответственно, строить какие-то предположения. Потом, когда в середине XX века была раскрыта тайна атома, вот активно, соответственно, изучали процесс радиоактивного распада, потом, применив методы абсолютной геохронологии, стали датировать отложения, и первым шоком было для всех понимание, что докембрий, который там у нас тоже занимает небольшую часть шкалы, на самом деле занимает 85% всей длительности геологической истории Земли. Потом, никто, конечно, не ожидал, что речь идет о миллиардах лет. Наверное, думали миллионы лет, то есть скорость эволюции органического мира, скорость развития нашей планеты, никто не ожидал, что она будет именно вот такая. Но тогда, в 1881 году, никто про датировки возраста еще не знал, была принята за основу шкала, и это стало таким универсальным инструментом, и все на всех материках стали ее использовать. Значит, про систему мы говорили, про то, от чего образуется их название, в принципе, я тоже сказал. Ну вот, триасовая, она была интересно описана, потому что там вот выделили три части в разрезе, триада, три слоя, назвали, например, триас. это про, соответственно, группировку систем в более крупные пакеты, как, соответственно, эротемы мы тоже, в общем-то, обсудили. Вот. Вы знаете, что есть соответствие между геохронологической и стратеграфической шкалой, системе соответствует период, яросу века, делаю эпоха и так далее. Значит, стратеграфическое подразделение это комплексы отложений, они имеют региональное распространение значения, а вот геохронологическое подразделение, это временное, они имеют всеобщее планетарное значение. В целом наша планета по своему строению напоминает луковицу, вот много слоев, но не так много мест, как, например, Крымский полигон или район Уэльса, где были выделены те или иные системы, чтобы сразу очень очень много слоев различного возраста в каком-то месте было доступно для изучения. Что мы знаем точно, что нет ни одной точки на нашей планете, где были бы все отложения с археи по современности. Это действительно так. Поэтому шкала времени была собрана из фрагментов путем сопоставления корреляции вот этих разрезов в разных местах взятых и в итоге выстроилась некая временная последовательность. Значит, на геологической графике и в геологической документации все, кто вовлечен в геологическую деятельность, они используют общепризнанные индексы и цветовую палитру, которая характерна для шкалы времени. У нас есть Российский геологический институт имени Карпинского в Санкт-Петербурге, это профильный институт, который занимается геологическим картированием, он разрабатывает такие документы, как стратеграфический кодекс, тектонический кодекс, инструкции для карт, например, двухсоттысячных и других при съемке того или ного масштаба. Вы познакомились с этим, наверное, в курсе структурной геологии, когда делали работу номер один, это легенда. Мы все, соответственно, работаем по той нормативной документации, которая существует. В разных странах геологические службы адаптируют международную стратеграфическую шкалу, которую принимают на Международном геологическом конгрессе, в ту шкалу, которая работает конкретно в стране. Например, у нас тоже есть определенное разночтение, это касается некоторых стратеграфических диапазонов. Силур у нас, например, не делится на четыре части, делится на две. Есть некоторые другие особенности. Эта шкала, которая действует на территории нашего государства, она тоже постоянно актуализируется. И используя эту шкалу, составляются вот такие карты. Вы на практике в Крыму будете тоже составлять геологическую карту. Каждый получит бланковку, на которой просто будет рельеф и составит каждой геологическую карту. По современным требованиям, если вы здесь обратите внимание, картируются коренные и до четвертичные образования не только в пределах континентальной части, но и в пределах акватории. Снимаются соответственно четвертичные отложения, в том числе в акватории, и прослеживаются все те структуры отложения того или иного возраста, которые уходят с материка уже в воду. Это имеет важное значение. Во-первых, вы знаете, что многие месторождения полезных ископаемых находятся на шельфе, и идет добыча углеводородов и других полезных ископаемых соответственно под водой. Во-вторых, известные были экспедиции и дискуссией является ли хребет Ломоносова продолжением материковой части. Это тоже важно, потому что в таком случае наше государство может претендовать на большую часть Арктики. Если говорить о статографической классификации, то есть вспомогательные статографические подразделения, то, с чего мы все начинаем, когда подходим к какому-то обнажению. Мы выделяем там какие-то слои. Потом мы можем слои сгруппировать в пачки. Допустим, у нас идут какие-то слои глин, песчаников, что-то террегенное, и мы можем сказать, что это какая-то песчано-глинистая пачка. А выше, например, какие-то известняки, мергели, что-то карбонатное. Это какая-то карбонатная пачка. А потом мы, например, смотрим, сверху лежат какие-то вулканогено-осадочные толщи, какие-то лавы. И тогда мы можем сказать, что первые две пачки мы можем объединить в какую-то осадочную террегенно-карбонатную толщу. А выше лежит какая-то вулканогенная или вулканогено-осадочная толща. Мы можем выделять какие-то маркирующие горизонты, которые характерны для нашей местности. Например, какой-нибудь прослой вулканического пепла. Вот было извержение вулкана и его следы мы находим в разных местах. Этот пепел упал в воду, этот пепел упал на сушу и теперь есть некий такой маркирующий слой, который мы можем проследить как в пределах акватории, так и в пределах материка. Можем выделять различные слои с фауной и флорой. Это не будут зоны руководящих форм, которые, если посмотреть на ту шкалу времени, то они будут в сторону того окна за ярусами. За ярусами идут под ярусы, потом зоны, под зоны, и в принципе нет предела детализации нашей временной модели шкалы времени. Мы постоянно ее совершенствуем. Есть некие частные стереографические подразделения, это зоны разных видов, о чем я говорил. Почему? Потому что некоторые виды, например, не могли пользоваться абсолютно всем повсеместным распространением всего ряда причин. если говорить о морских организмах, известно, что например, в Мезозое океан Тетис были теплые воды, а Бориальный океан, который существовал на том месте, где сейчас все ледовиты, там были холодные воды. Поэтому в холодных водах жили холоднолюбивые формы жизни, а в теплых водах теплолюбивые. Ну и они не встречались, потому что ну собственно зачем. Иногда мы находим места, вот какие-то древние проливы, по которым одни могли с теплыми водами проникать на север или наоборот другие с холодными водами проникать на юг в результате тех или иных трансгрессий или изменений в гидродинамике, которая была тогда. Но в итоге у нас есть например некий Бориальный стандарт со своим набором зон со своим набором так скажем ракушек и то же самое для тепловодных районов для Тетиса. И есть соответственно основные местные это свита серии комплекс это то соответственно те геологические тела стратоны которые вы картируете региональные горизонты там провинциальные зоны и общие анатемы аэротемы системы отделы и так далее вот соответственно таблица соотношения стратеграфических и геологических единиц ну вы это в общем-то знаете вот тоже например один из примеров если здесь посмотреть внимательно на некоторых шкалах времени вы можете найти например общепринятого деления на ярусы для неогена нет такую табличку либо там ярусов нет либо в разных случаях ярусы разные почему это с чем это связано это связано с тем что например когда закрывался киантетис это было складчатость там произошла на рубеже иоцена и легоцена вот среднего и позднего полиогена значит после закрытия этого океана там были остались остаточные бассейны которые то сообщались друг с другом то не сообщались и действительно в Кайнозое были времена когда Черное море сообщалось с Каспийским там Каспийское соединялось с Аральским то допустим Черное не соединялось со Средиземным был вообще Мессинский кризис когда в районе Гибралтара в результате того что Африканно-Аравийская тектоническая плита она так сказать вот все время двигается на север в момент одной из таких подвижек возникла перегородка которая изолировала Средиземное море Талантического океана оно постепенно высыхало распалось на несколько луж таких вот где в котловинах в наиболее глубоких местах значит вода еще оставалась естественно когда происходили такие события менялась соленость вот мало кто мог выживать кроме двухсторок и улиток гастропод и в итоге мы имеем часто наборы разрезы значит вот этих изолированных бассейнов или бассейны которые периодически имели связь друг с другом или не имели в виде такого уникального набора эндемичной фауны которая была характерна только для вот этого бассейна там шла своя эволюция своим путем и вот эти вот организмы которые тут это не те организмы которые в соседнем бассейне и поэтому нам трудно коррелировать эти отложения и выделять какие-то общие ярусы тогда выделяются региональные ярусы что часто характерно для Крымско-Кавказского региона который тоже соответственно входит в среднаморский пояс сейчас у нас 5 минут перерыв потом мы продолжим и так мы продолжаем значит мы говорили что есть основные стереофические подразделения одним из примеров является она тема отложения которые образовали в течение одной из самых крупных геологических единиц иона архей протерозой фанерозой длительности многие сотни миллионов или даже миллиарды лет это архей протерозой которые еще объединяют вместе как криптозой или эра или время скрытой жизни хотя часто используют слово докембрии но это было до кембрия когда-то то есть совокупность пород которые образовались до кембрийского периода основным критерием проведения границы между криптозоймом и нерозоймом является появление первых скелетных организмов на прошлой лекции я говорил что до этого в ископаемом состоянии скелеты не оставались ротема или группа это соответственно отложения которые образовались в течение эры обычно речь идет о продолжительности первые сотни миллионов лет если речь мы говорим о фанерозое ротема отражают крупные этапы эволюции органического мира а границы между ними отвечают как правило каким-то либо массовым вымиранием ну в общем переломным моментом ну вот здесь например видны важные события выхода скорпионов на сушу членостоногих толерпитон дивон будем говорить это появление первых земноводных у некоторых из них кстати было не пять пальцев а шесть семь восемь и впоследствии только природа поняла что вот пять пальцев это соответственно ну в общем оптимальное количество хотя некоторые ходят на одном пальце а кто ходит на одном пальце да а кто-то вот на двух ну например коровы вот есть я буду говорить еще один момент связанный с вендом вот дело все в том что вензе был большой такой всплеск биоразнообразия но все они эти формы были бескелетные система вот эта часть эротемы характеризует отложения которые образовали в течение периода длительностью в десятки миллионов лет у нас официально узаконено 12 систем вы их все знаете вот иногда есть попытки введения венда на некоторых шкалах до кембрия и причем все это называется плязой почему это происходит я скажу позднее ну вот здесь мы видим например многоножку которая была в каменогольном периоде когда концентрация кислорода была существенно выше чем современная отдел часть эпохи которая характеризует отложения которые образовались вот соответственно в течение эпохи длительностью первой десятки миллионов лет вы знаете что обычно мы делим соответственно на то есть выделяем отделы нижний средний верхний вот или нижний верхний эпохи соответственно сранние средние поздние иногда есть свои названия миоцен полиоцен полиоцен и оцен олигоцен для юры ляз до гермальм вот в Перми сейчас значит предурали и гладелупии лапингии в карбоне в Северной Америке где карбон делится на две части Миссисипи и Пенсильвании есть иногда вот собственные названия ярус это часть отдела обычно это эквивалент века временной диапазон это несколько миллионов лет значит он охарактеризуется типичными родами и видами тех или иных организмов вот например допустим к индексу системы допустим юрская мы добавляем индекс возраста например что это ее верхнее отдело потом добавляется ярус ярус может делиться на подярусы вот значит и таким образом соответственно происходит индексация стротонов зона это часть яруса которая охватывает отложения которые образовались в течение одной фазы порядка 1-3 миллионов лет вообще длительность ярусов тоже бывает разная например одни ярусы могут иметь длительность 12 миллионов лет а некоторые 1 миллион лет такое тоже иногда бывает ну а если мы вспомним четвертичный период в котором мы сейчас живем то тоже есть разные точки зрения когда он начался 800 там 0,8 миллион лет миллион лет миллион там 1,3 1,4 вот разные всегда были точки зрения на это но вот тут например есть исключение потому что по сути длительность четвертичного периода в котором мы сейчас находимся он ну это эквивалентно так сказать зоне там какого-нибудь эммонита вот это тоже еще одна из проблем иногда есть шкала времени где мы все живем вне гене а четвертичного периода вообще нет а четвертичный период он как ярус записан последний соответственно вот в колонке где ярус зона это время существования какого-то например зонального вида вот например какой-нибудь там аммонит верготит асвергатус вот и индекс этой зоны он добавляется к индексу соответственно яруса ну вот это пример например в керне были найдены мониты или белемниты в южных отложениях Москвы и вот соответственно как можно определить возраст керна звено оно выделяется в составе четвертичной системы вот соответственно звено объединяет горные породы которые сформировались в течение одного климатического цикла который включает в себя похолодание оледенение ледниковия и потепление или межледниковия звено как и все остальные так сказать другие стереографические подразделения которые до этого тоже должны иметь свой стратотип вот и вот климато-стереографическое литолого-экологическое обоснование значит мы говорили о том что есть вспомогательные стереографические подразделения вот толща пачка слой и так далее вот и название биостереографических подразделений происходит от характерных групп фауны или флоры которые характеризуют его местные региональные стереографические подразделения когда вы были в Крыму вы слышали такие слова таврическая серия таврик таврическая серия она ну таврида там тавры это Крым вряд ли таврическая серия она будет в Австралии в Антарктиде вот и в Африке и в Северной Америке и в Южной тоже то есть это что-то местное сейчас мы будем об этом говорить значит местные сериографические подразделения это определенные толщи порог геологические тела которые отвечают этапу геологического развития данного района данного бассейна просто был например Крымско-Кавказский трог или часть допустим океана Тетис и вот там вот соответственно накапливались какие-то такие отложения вот они были разделены какими-то перерывами в определенные времена а в другом месте стратегическая летопись была немножко другая перерывы там были немножко другие и в другое время и бассейн вообще был другой и поэтому там соответственно будут другие местные стратегические подразделения которые также будут называться ну по каким-то географическим названиям в дальнейшем мы можем пытаться объединить соответственно местные стратегические подразделения для регионов какие-то региональные стратегические подразделения вот несколько одновозрастных местных стратегических подразделений мы можем объединить например в горизонт и также можем выделить локальную зону или лону существования какого-то биологического вида Это не будет зона по какому-то монету, это будет какая-то локальная зона. Среди местных важнейшими являются свиты серии комплекс, потому что основной кортировочной единицей является свита. То есть, понимаете, вы когда приходите, выделяете какие-то слои, потом вы видите, что вот это вот там слои, пачки, толщи, в целом вот у вас есть какой-то разрез. А потом вот какое-то несогласие стратеграфическое, угловое, не знаю, и что-то там другое. Ну ладно, а вы видите, что, например, вот здесь эти отложения, которые вы начали сейчас изучать, они лежат тоже на каком-то угловом несогласии. И, например, если вы разными методами, сейчас не будем говорить, какими, будете датировать эти отложения, вы выясните, например, что разрез начинается со второй половины позднего гатырива. А заканчивается вот разрез всего вот этого геологического, так скажем, тела, стратона, который выделили, например, в середине, не знаю, допустим, синамана. Вот. И картируются не еруса, не ерусами, соответственно, идет картирование, а конкретными теми геологическими телами, которые вот опознаются в данной конкретной местности. Что самое крупное? Это комплекс. Вот. Это самое крупное местное подразделение. Обычно оно используется при расчленении отложений до Кембрия. Один покойный ныне доцент нашей кафедры, который, так сказать, вел у меня структурную геологию и там, соответственно, другие предметы, он иногда говорил, что такое, вот, некоторые геологи считают, что до Кембрии вообще слабо познаваем. Вот. Говорил он, как раз, когда мы обсуждали отложения до Кембрия. В чем дело? Дело все в том, что чем отложения древнее, тем они, как правило, могут быть в большей степени метаморфизованы и в большей степени подвергнуты складчатым деформациям и также разрывным деформациям. Вы на структурной геологии, если она у вас началась в сентябре в прошлом семестре, вы уже прошли, я так понимаю, горизонтальное залегание, моноклинальное, и сейчас рисуете разные виды складчатых структур. Правильно? Вот. Ну, там, чем ближе, так сказать, к окончанию курса, тем карты будут все более сложнее. Вот. Что часто мы видим до Кембрии? Ну, вот, был сначала слой, потом он смялся вот в такую складку, потом он смялся вот в такую складку, потом он еще раз смялся вот в такую складку, потом еще раз смялся вот так, и теперь вы видите это на карте, и вам предлагается через это провести разрез и нарисовать, как это все там на самом деле есть. Поэтому, когда изучают положение до Кембрия, в том числе за такой сложной ситуацией с дислоцированностью, деформированностью пород, оценивают обычно как? Вот там вот очень сильно смято в складке, прорвано интрузиями, очень сильно метаморфизовано. Это вот древняя. А здесь чуть поменьше, так сказать, метаморфизовано, меньше интрузий, не так смято в складке, значит, это помоложе. Вот. И выделяют какими-то крупными мазками, вот, выделяют комплексы. Вот. Комплексы имеют большую мощность, сложный состав, вот, формируются в течение довольно-таки долгого интервала развития. На границе комплексов, как правило, мы видим и несогласие, скачки метаморфизма, вот, присваивается какое-то географическое название, Беломорский, Байкальский и так далее. Серия. Серия – это мощная и сложная по составу толщи горных пород, которая обедает в своем составе несколько свит, для которых имеются какие-то общие признаки. Вот таврическая серия, да, это отложение подводных таких оползней, мутевых потоков, турбидитов. Вот. И там есть там верхняя таврическая свита, нижняя таврическая свита, другие свиты. И все вместе это образует серию. Ну, то есть свита понедельник, свита вторник, свита среда, свита четверг. Вот. И все вместе мы это объединяем в какую-то серию. При этом мы понимаем, что все эти отложения более-менее формировались в похожей обстановке, в одном бассейне. И вот, когда, так сказать, этот бассейн возник, они начали формироваться. А когда, так сказать, в нем произошла, так сказать, складчатость в этом бассейне, он закрылся, он перестал существовать. Ну, и там перестали, соответственно, эти отложения накапливаться. Они немножко отличаются. Мы можем их отличить друг от друга, поэтому мы выделяем их как свиты, но в целом мы можем их объединить в что-то общее, как серию. Ну, это примерно тот принцип, когда вот мы слои группируем в пачке и дальше в толще. Значит, у них есть сходные условия образования, например, все они образовались в Крымско-Кавказском глубоководном троге. Преобладает определенный тип горных пород. Это какие-то тиригенные песчаники, так сказать, оливролиты, аргелиты, иногда там гравелиты, что-то еще. У них близкая степень деформации метаморфизма. Ну, если мы говорим о породах таврической серии, например, вам известных, то в принципе там метаморфизма мы почти не видим. И все они вот тоже так, так сказать, одинаково смяты в складки. Но это логично, потому что все они накопились в одном бассейне, а потом он был, соответственно, деформирован. Значит, серии часто разделяются статографическими угловыми несогласиями. В Америке серии соответствует группа, а свите – формация. Ну, у нас формация – это прогенетический набор фаций, это немножко другое. А они, когда говорят о свите, то есть если бы мы переводили на английский, у нас это было бы тогда, соответственно, там, Тавр или Таврик Формейшн. Местные стереографические подразделения. Это то, соответственно, что вы будете выделять при геологическом картировании в учебном варианте на второй крымской практике. И дальше, соответственно, вы в вашей профессиональной деятельности будете иметь разрезы, иметь дело со свитами. Свита – это основная единица местной стереографической шкалы. Она представляет собой толщу пород, которые образовались в определенной физико-графической обстановке, занимают установленное стереографическое положение в разрезе. Она может состоять из однородных пород или из переслаивания нескольких типов. Одним из главных признаков является наличие устойчивых литологических признаков по составу на всей площади распространения. Четкое выделение границ. И она отвечает определенному этапу геологического развития района. Возрастной объем свиты может изменяться от места к месту. С чем это связано? Допустим, представим, что вот здесь в понедельник, вот здесь вот пришло море, и здесь начинают накапливаться вот какие-то отложения. Ну вот какая-то свита начинает формироваться. Ко вторнику уровень Мирового океана поднялся, и он вот затопил по какой-то третий-четвертый ряд. Теперь получается, что начиная с вторника отложения вот этой свиты, они будут вот на уровне третьего-четвертого ряда. Они будут и вот здесь. Вот. Но там не будет отложений понедельника. Уровень Мирового океана поднимается дальше, и в среду где-то вот он на уровне вот там вот, соответственно, того места, где лестница уходит вверх или вниз. Вот. Ну где-то вот на уровне середины, так скажем, высоты нашей аудитории. И отложения среды, они начнутся и впервые появятся вот там. Они будут и там вот, где появились первые отложения вторника, и вот здесь вот. А дальше, например, начиная с четверга, у нас идет регрессия. Уровень начинает падать. И теперь, значит, у нас происходит откат береговой линии обратно как бы в мою сторону. И отложения четверга, они, так сказать, будут еще ближе ко мне. Их не будет там, где, так сказать, были отложения среды. Отложения пятницы будут еще ближе. Отложения субботы вот будут только где-то здесь. Поэтому во времени и в пространстве свита часто напоминает собой, ну такой как бы овал, ромб, чечевицу. Вот некое такое тело, которое имеет какое-то вот такое строение, где вот это, соответственно, время, ну а это, соответственно, пространство. Вот, значит, поэтому возрастной объем свита, он может меняться от места к месту. Значит, название свита получает по географическому местонахождению стратотипы. Например, у вас будут там Прохладненская свита, ну это деревня Прохладная. Белогорская свита, там, это город Белогорск. Там Бахчисарайская, Симферопольская, ну вы догадались. Там Качинская, река Кача. Иногда может быть название образовано, например, Высокобугорская свита, это гора Высокий Бугор. Но это не название деревни или там города, а это, допустим, просто вот тоже географическое название. Или, например, Мангушская свита, это, так сказать, бывшее название села Прохладное, потому что по-татарски это, соответственно, там был Мангуш. Региональные стеографические подразделения. Значит, если серия это свита понедельник, вторник, среда, четверг, то горизонт это вот свита там западная, центральная, восточная. Ну вот, не знаю, свита станции метро-университет, свита станция метро-спортивная там, и свита там станции метро-парк-культуры. Примерно вот как-то вот так. То есть горизонт это региональное подразделение, которое объединяет одновозрастные свиты и их части. Название горизонта, как правило, либо берется название какой-то свиты, обычно делается так, иногда бывает, что это может быть какое-то свое собственное название. Вот. Геохронологическим эквивалентом служит время. Ну, например, Мячиковский горизонт, среднего карбона и Мячиковское время. Лона это провинциальная зона, вот, она устанавливается по комплексу фауны и флоры, который характеризует данный регион, отвечает определенному этапу геологического развития. Вот. Границы лона определяются характерным видом зонального комплекса. Лона имеет стратотип, содержит зональный комплекс. Вот. Название происходит от вида. Геохронологическим эквивалентом Луны является время. Какие вообще есть проблемы с определением геологического времени? В действительности мы имеем дело, и вы будете иметь дело, с далеко не большим фрагментом записи, так скажем, геологической летописи. Потому что есть перерывы в осадке накоплений, есть моменты, когда ничего не накапливается или накопилось, но потом разрушилось. Оно могло, так сказать, механически разрушаться, химически растворяться, могло, соответственно, быть разрушено и переотлагаться. Об этом я говорил на прошлой лекции, когда говорил про то, что в понедельник замерз воробей, во вторник в слой снега замерз голубь, в среду ворона, а в четверг все растаяло, они лежат на асфальте. А в пятницу пошел снег, там замерзла синичка, и может сложиться ощущение, что все они жили в пятницу и тоже погибли в пятницу. Хотя на самом деле это не так. Вы знаете про такой известный круговорот осадков, когда, соответственно, из одних пород потом в конечном итоге получаются другие. Есть, помимо того, что мы имеем дело с небольшой частью того, что сохранилось, те предметы, методы, подходы, которые мы используем при изучении, они тоже не совсем идеальны. Есть абсолютные относительные летоисчисления, так же, как, видите, есть солнечные часы, песочные часы, механические часы, то есть разные люди использовали, например, подходы к определению времени. Разные есть модели геологического времени, шкалы, есть вот такая вот круговая, например, тоже интересная. Дальше, например, Вент. В Венде интересное время, как вы знаете, Вент это перед Кембрием. Значит, в Венде ученые находили неожиданно для себя, иногда размером с человека, идеальные отпечатки бескелетной фауны. То есть мы знаем, что Вент он до Кембрии, ракушек, так скажем, раковин, которые сохраняются в скопаемом состоянии, не было. Вот как вы думаете, как могли сохраняться так идеально какие-то мягкотелые организмы? Какие есть варианты? Что? Громче скажите, не слышно. Отпечатки сохраняются? Отпечатки сохраняются? Да, почему сохраняются отпечатки? Вот, например, медузы там или какого-нибудь червя размером вот с меня. Вот он сохранился. Сейчас вы можете представить, чтобы были слои, где вот прям такие отпечатки медуз. Прям такие вот. Что для этого должно было быть? Какие есть варианты? Мягкий субстрат? Ну, субстрат и сейчас бывает мягкий, не то чтобы Венди был, да. Какое-то вмещение вещества? Ну, я бы не сказал. В принципе, Венди уже состав атмосферы, гидросферы был близок, да. Еще раз, что осадка накопления приблизительно так же происходило, и породы были примерно те же, и скорости были те же. Более спокойно. Более спокойно там все было, спокойно так, как на первой паре бывает. У некоторых очень спокойно все. Ну, еще есть варианты? Ну, вот вы сейчас представьте, вот современное море. Вот медуза так плыла, плыла там, умерла, упала на дно и вот лежит. А вот отсутствие хищников и падалиедов. Тогда, понимаете, было в Венди, уникальный момент времени, никто никого не ел. Все были такие вот толерантные, там очень, вот, как бы не было хищников и не было тех, кто, соответственно, питался падалью. И это было неправильно, потому что не, так скажем, пищевые связи, пищевые пирамиды, ну, то есть это не похоже на то, что сейчас происходит. Действительно было время, когда вот никого не было. Но вот когда я вам говорил о том, что находили размером там, вот, ну, значительного, так сказать, размера, там, размером, не знаю, с крышку от кастрюли, там, с ведро, там, вот, не знаю, с крышку от ведра, какие-то отпечатки кишечно-полосных, это было в конце Венда. А в начале их размер был небольшой. Вот. Как вы думаете, почему их размер вдруг стал увеличиваться от слоя к слою? То есть, если в начале Венда они все были еще сравнительно небольшие, а потом они стали становиться все больше и больше. Какие есть варианты? Ну, первый вариант, что все хорошо. Ну, это тоже, в принципе, логично. Вы, наверное, знаете, когда, например, вдруг становится много каких-нибудь гусениц, то потом становится много птиц там или много, там, не знаю, каких-то жужелец, которые едят их, потому что много, соответственно, пищи. Ну, может быть, действительно, все было хорошо. Насчет какого-то конкурентного преимущества или чего-то еще. Вот. Слон или жираф сейчас, если вот он вырос до своего взрослого размера, его практически никто съесть не может. Ну, потому что вот подбежали львы, а жираф их так раз ножкой, и лев улетел куда-то там. То есть, когда некоторые организмы достигают определенного размера, после этого может так получиться, что у них естественных врагов не будет. То есть, да, там жираф может заболеть, там, устать, там, упасть, и тогда прибегут там гиены, там, львы, там, кто угодно, его в итоге там больного там съедят. Вот. Увеличивают размер своего тела. Но также это является еще защитной реакцией. Дело все в том, что, ну, поскольку жизнь, она вообще, так сказать, сложная, в какой-то момент времени жизнь для тех, кто жил в Виндии, она стала усложняться. И появились первые хищники. Это были организмы, которые принято называть страшным словом конодонтоноситель, потому что сначала, так сказать, нашли микроскопические зубы, конодонты конической формы, конус, кона и донт зубы. А потом, существенно позднее, уже нашли, так сказать, отпечаток мягкотелого организма, у которого вот эти были микроскопические зубы. Значит, эти организмы, они имели рот, не имели челюстей, соответственно, имели такую червеобразную форму тела. Значит, уровни организации, они были выше, чем ланцетник, но ниже, чем какие-нибудь рыбообразные, которые предшествуют рыбам. Значит, они были небольшого размера, и они, соответственно, стали питаться вот этими мягкотелыми организмами. Если мы посмотрим на эту картинку, здесь мы видим, вот что мы тут видим. Видим разные кишечно-полосные, вот некоторые медузы плавают, или там какие-то полипы сидят, черви плоские ползают. Вот есть некие представители групп неясного систематического положения, которые жили только тогда, и больше, так сказать, уже мы их никогда и не встречаем. И вот тут плывет такая вот спригинна наполовину, многощетинковый червь наполовину, трилобит, вот, или челюстоногая. Вообще, самые первые группы – это вот кишечно-полосные, так сказать, черви. Вот одни из древних, от них, соответственно, произошли все многие другие группы. Соответственно, животных, безпозвоночных. И в итоге, когда появились эти первые хищники, они стали есть, так сказать, эти микротелы организмов. Те пытались решить проблему увеличением размера своего тела, что видели, соответственно, геологи, так сказать, изучая разрезы венда, где в конце венда вот они стали очень большими. Но в итоге это привело к тому, что если раньше к медузе подплывал один канадонтоноситель, то к большой медузе теперь подплывало 25 канадонтоносителей с разных сторон. И, соответственно, ее съедали. Иногда в современных экосистемах можно видеть, что внутри некоторых медуз, например, живут креветки, которые ползают, ну, некоторые ракообразные, которые едят, соответственно, эту медузу, значит, ну, по кругу. Ну, не то, чтобы это московская кольцевая автодорога, но вот они так по кругу едят. Если скорость регенерации ткани медузы равняется скорости ее поедания этой креветкой, то в целом, ну, медузе как бы немножко сложно, но как бы она живет дальше. Но если, например, там поселятся две креветки, то тогда скорость регенерации будет меньше, и потом креветки скоро поймут, что, так сказать, надо искать новую там медузу или кого-то, потому что уже, так сказать, это кончилось. Вот. Ну, примерно то же самое случилось и там. Вот. В итоге одни пытались становиться больше, других становилось и самих больше, и размер их увеличивались, хищников. И в какой-то момент времени все это чуть не закончилось тем, что хищники чуть не съели всех своих, так скажем, потенциальных жертв. А дальше это бы закончилось тем, что они могли съесть друг друга, и потом остался последний хищник, и он умер от скуки, там, тоски и горя, ну, и голода. Вот. Поэтому и это, собственно, и побудило, привело к тому, что появилась раковина, потому что раковина, она в большей степени выполняет защитную функцию, нежели, так сказать, защитную функцию от хищника. Потому что, если вы живете, если вы какой-то моллюск, не знаю, живете в раковине, раковина вас не защитит от изменения температуры воды, от изменения химического состава воды, потому что вы, так сказать, сообщаетесь с этой системой. изменения, там, газового режима, вот. Не сможете вы это никак избежать. Единственное, чего вы сможете, соответственно, защититься, это от хищников. И поэтому это было важное такое вот эволюционное достижение. Появилась раковина. Ну, если раньше у некоторых вот этих организмов какой-то внешний скелет был, но он не сохранялся в ископаемом состоянии, потому что он был органического состава. А в дальнейшем организмы научились либо извлекать известь, так сказать, из растворенного состояния в морской воде делать раковины, так сказать, органитовые, вот. Ну, это разновидность кальцита. Либо, соответственно, так сказать, из кремистого материала, там, надо даже из соединений бария, вот, много из чего, вот. Но в итоге появилась раковина. Продолжение следует...